вот такое количество мы собрали огурчиков что необычного в этой цветной капусте а необычного то привет друзья привет я сегодня на настином канале ну вместе с настюшей конечно же ну что мы с настюшкой подзарядились кофе да настя ну надо начать с того на что мы сегодня одни о да на произвол судьбы ну даже не на произвол судьбы на произвол вот этого огорода вот это фронт сегодня нашей стане работы поэтому мы вас приглашаем с собой работать день нас тяжелый вот подтверждают наши питомцы поэтому прошу вас поэтому это все не такая красивая а почему мы сегодня одни с тобой а мужчины потому что на охоту поехали на охоту за грибами на тихую на тихую работать друзья я хочу сделать небольшой обзор таниного огорода пока мы еще ничего здесь не убрали кардинальном вот на этой грядочке у тани росла цветная капуста в принципе она растет и до сих пор значит что необычного в этой цветной капусте а необычного то посмотрите какие кочаны завязаны классные большие мы уже вот сколько две штуки мы съели вот они еще не убрала один посмотрите кочан по сравнению с моей ладонью вот моя ладонь то здесь примерно ну 45 моих ладоней вот так вот вокруг этого кочана может так вот эту капусту таня не убрала летом она ее посадила весной она у нее не завязалась вовремя но она решила в качестве эксперимента и и здесь оставить и посмотрите к осени как бы как вторым оборотом вот то что сажают например летом в июле капусту на осенний урожай она вот эта капуста завязалась то есть не тратя рассаду она ее просто здесь оставила не стала вы убирать и такие огромные кочаны завязались поэтому такой маленький лайфхак для тех у кого тоже не завязывается капуста из-за жары скорее всего это получилось в этом году потому что лето было очень жарким можно просто ее оставить продолжать поливать и когда температура немножечко начнет снижаться капуста начнет завязываться в этом вот так ничего страшного принципе нет а мы сегодня стане планируем убрать вот эту свеклу свекла у тани очень хорошего размера вы даже не представляете обязательно уберем и покажем смотрите какая свекла ну тоже вот она на мою ладонь прям не поместится я для вас специально даже хочу взвесить самую большую свеклу который у тани получается при этом она очень сочная и такого знаете красного цвета от нее руки краситься потом даже смыть невозможно мы уже несколько раз делали селедку под шубой свекла сладкая просто очень очень хорошего вкуса я спрошу тани обязательно какой сорт она высаживает ну вот здесь немножко осталось морковочки и еще морковка вот на той грядке вот на этой грядке мы должны ее сегодня тоже все убрать дима распорядился всю зелень отдать птичкам так что у птичек сегодня будет просто какой-то пир во весь мир вот пока таня набирает траву немножко хотя бы чтобы заглушить наших курочек петушков и индюшек а я вам хочу показать вот эту классную яблоню это яблоня прям возле дома то не зима где они живут мы собирали яблоки возле пасеки там прям такие сады яблоневые большие и сегодня наши мужчины туда поехали делами заниматься по лесу походить мой муж пошел вот а мы здесь на хозяйстве у нас огородные дела ну и хочу сегодня наш ролик начать с небольшой красоты люблю все оранжевые яркие цветы ну вот друзья товарищи вот такое количество мы собрали огурчиков конечно часть огурчиков уже только на корм животном я думаю что таня с димой тоже такие не едят а я вот еще пособирала и там очень много вот таких вот вот маленькие совсем вот хорошенькие мы сейчас замолосолим быстрым способом и вечером у нас будет классная закуска ну и сырыми еще можно поесть целый тазик большой получился классно танина теплица вот это вот шкаф работает и если там полить еще куча завязи конечно огурчики уже заболели но сейчас уже смысла никакого нет а их лечить уже что будет то и будет а завязи еще много я думаю две недели еще будут спокойно они плодоносить немножко сейчас этим а если меня уже нормально отдельно придется кормить индюшат и кур и то они все помельчила курочки то конечно хорошо кушают да не трогаем не трогаем вот он отогнал их и ест какой король да мы знаем что ты здесь царь до горла ничего отдельно кормить вот товарищи друзья убрали мы вот эту грядочку вот такая красивая морковочка у нас получилось красивая в прямом переносном смысле слова потому что есть прям которая на выставку а есть которая красавица красавицей вот такая мы есть будем двойная тройная там девочки мальчики или кто с не определился какого он пола это когда три торчат разные вот еще кучку мы обрезаем ботву вон курочкам сейчас все это понесем вот так обрезаем господи показал с курицы бежит все попки дата не прям попку обрезать это на хранение чтобы не прорастало потому что например у меня влажный подвал и она очень быстро опять начинает расти а так мы ее кладем высушиваем кладем в сетку и она лежит до лета до следующего если ее ну и со свеклой мы тоже сейчас так поступим да класс я надеюсь что нам поставят лайки и за твой ролик и за мой ролик всем всем по лайкам я хотела показать какое красивое небо у нас сегодня нас погода сегодня просто балует теплом мы вот в штанах я уже футболку переодела жалею что не взяла с собой сегодня шорты но не сегодня когда приехала то что жарко прям такое красивое красивое небо ну вот мы осилили всю грядку остались только такие вот следы это не от мышек это от морковки кстати ни одной покусанной моркови мышами не это круто 8 молодец работает хорошо вот он герой дня ты всех мышей переловил да мой сладкий молодец молодец ты заслужил сегодня свою свеклу чесноком с чесноком да все правильно а я дорогие мои друзья посмотрите еще какую красоту собрала вот это вот дары дары осени настоящие можно сказать все сегодня жара конечно на улице просто духота даже чувствуется как вот парит воздух и тут у нас малинка ежевика сплошные витамины это у нас то что осталось на еду ближайшую мелкая морковочка как мелкая такая хорошая на зубок и некондиционная свеколка а вот тут урожай который таня собрала вот она тоже так обрезать обрезает свеклу чтобы она не росла она сейчас этот срез немножко под заветриет подсохнет и все будет нормально с ним ну и вот это вот морковка такая тоже хорошая морковка прям большая и мы пробовали очень-очень сладкая тоже таня так обрезает чтобы ничего не росло если пупырышку это оставить то будет расти некоторые используют их для выгонки на зелень зимой эти сажают и газами ну и на семена тоже таким образом смотри в этом году для кур совсем мало гости приехали все съели куриную еду так вот ни одной покусанной и и вот такой мало моркови но это самый некондиционную за всем а я тут еще таню научила запекать овощи теперь она версию не кондицию будет запекать я даже думаю может и корм не достанется ты знаешь на самом деле вот мы не запекали на свеклу тоже очень вкусно она получается не такая как вареная тоже сложить ее дольками таня у тебя вот всегда такой урожай ли ты раньше больше сажала да в этом году меньше посадила у нас морковь потому что ее хватает хотим и я всем раздаю и нам хватает до лета до самого до до лета и куры едят поэтому я в этом году меньше посадила ну вы правильно чего зря напрягаться потом раздавать все это естественно смысла нет наш как говорится с каждым годом грядочки будут уменьшаться правильно надо себя беречь на не это проверка пришла сейчас он проверит как как мы тут поработали нет это он охрану посмотри он прокладывал метит ну смысле обхаживая территорию это морковка моей хозяйки все пошли вон нет этого мышам видишь эти этих прошелся тут мыши кстати в этом сарае было но я и говорю это он свой запах оставляет по границе вот молодец молодец запах не надо тут оставлять надо он тут хозяин ну короче сегодня работа проделана хорошая грядки мы хорошо освободили теперь их только надо будет забросать органикой органики у нас пока хватает но это потом не сегодня но может быть завтра завтра еще такой же теплый день будет завтра я буду грядками заниматься надо будет тыкву снять еще наверное как ты думаешь зачем нам ты у нас же есть тыква вообще не снять нет дожди пойдут можно ее еще оставить вообще тыкву также как и капусту рекомендуют под ноль снимать тогда один раз я так оставила в нашем климате нет говорят что тогда что крахмал типа ну становится более сладкая на крахмал мне тогда она начинает гнить подгнивать я знаю что думаю может быть это вот относится к старым сортам которые раньше были не такие сладкие просто сейчас мы тыкву твою вскрыли она такая сладкая что там куда куда уж слаще слаще дальше персик мне кажется абрикос в наших краях ну не знаю даже насти мне кажется и надо снять вместе с кабачком можно дам можно посмотрим сейчас и помидорки мы еще хотели на ладно сейчас я пойду снимать помидоры и поливать и и я собрала думаю килограмма 4 вот такие вот они хорошенькие наши последние витаминки еще кроме пол ведра гудцов собрали вот такую чашку помидор сегодня у нас день сбора урожая потому что мы хотим сегодня приготовить на сегодня и назад чтобы завтра уже не готовить поэтому все соберем сейчас нарежем на моем и все у нас будет готово по возвращению в владивосток мы с вами обязательно будем сажать зимний огород я покажу как вам как я это делаю обычно сажаю и огурчики и помидорчики и зелень всегда у меня своя на подоконнике что-то я забираю с огорода со своего и высаживаю в кашпо некоторые культуры будем сеять и сажать и всегда у вас будет своя зелень свои витаминки